Двое зареченских школьников и их мама остались без жилья в результате пожара на улице Уральской. По сообщению отдела надзорной деятельности, сообщение о возгорании поступило 25 сентября в 11 часов 49 минут. К ликвидации пожара были привлечены 21 человек личного состава и 4 единицы техники. Огонь на площади 140 квадратных метров ликвидирован в 12 часов 8 минут. Сгорел жилой дом и надворные постройки. В этом доме проживают Татьяна Ямова с двумя сыновьями, 7 и 12 лет. Сейчас они находятся в отъезде, на отдыхе. Как нам сообщила по телефону Татьяна, сгоревший дом является их единственной жилплощадью. Из-за него еще не выплачен ипотечный кредит. Тут было самое хорошее место для нашей семьи. Тут стоял рабочий стол. Вот это, я так понимаю, телевизор. Вот тут стоял компьютер, вот детали всякие, корпус. Вот. Вот тут был подвесной шкаф, вот петельки всякие. Там хранились учебники, ну и там всякое прочее. Вот тут стоял у нас диван. Большой такой, миленький, уютненький. Вот, мягкий был. Какого был цвета? Белый такой, как это, пушистый такой. Вы отдыхали у Черного моря. От кого вы узнали впервые о том, что что-то происходит? Мне позвонила моя давняя приятельница, с которой мы знакомы уже достаточно давно. Сколько времени было? Ну, по тому, Сочи живет по московскому времени, это было начало десятого. Не начало, минут тридцать десятого, может. Да, да, да. Ну, я не смотрела на часы, это отдых, как бы, как правило. Мы поехали отдыхать и не следили за временем. И вы, наверное, что-то планировали, да? Вот уже утром куда он пойдет, чем-то заниматься? Конечно, в тот день у нас приезжал старший сын из Питера, он там учится, в институте. И была запланирована встреча его в аэропорту. Мы встали, ну, вот, встали пораньше, чтобы его встретить, поехать. Но, вот, звонок, к сожалению, все планы нарушил, сбил. Смотрели там телевизор и звонят маме, типа, вот, типа, дом горит. Ну, я просто упала на взрыд, на взрыд ревела. Я просто не могла поверить, что это, что это произошло именно с нами. А ребята что делали в это время? Ну, тоже, как бы, Мироша вообще, он в ступор впал и ушел в другую комнату. Там две комнаты было. Макар, сел рядом со мной, гладил, мам, успокойся. Он тоже плакал? Все плакали. Ну, держался я, потому что я, типа, думал, ну, просто это... Ну, немного, там, поплакал, там, вот. Ну, держался я вот. Сейчас я проживаю, можно сказать, это снова и страшно. А что вы вот в то время думали, что больше всего боялись? Даже, ну, не было таких вот прямо мыслей. Единственное, что вот животное, было жалко животных, что мы понимали, что пес закрыт у нас в доме, и он никак оттуда не выберется. Такой, хорошенький такой. Ну, умные, умные животные, я думаю, как бы, не... Мы очень с ними так ладили. Вот, и... И потом соседи нам тоже рассказывали, что он прямо сильно-сильно там... Скулил. Скулил, да. Вообще, как неестественный такой прямо был. Ну. А что потом дальше было было? Ну, успокоились, пошли, погуляли, ну, вот, свежим воздухом подышать. А чем вы разговаривали в это время, когда гуляли? Просто ходили, молчали. А потом? Потом у нас приехал... Ну, вот, мы поехали в город. Какой? В Сочи сам. Зачем? Ну, вот, повидать всякие вот эти красивые места там. Зачем вы хотели посмотреть места? Неужели хотелось их смотреть? Ну, да. И ходили на Ривьеру парк. У нас традиция такая, то, что вот... У меня есть старший брат, он летал в Сочи. И в 6 лет, там, в Ривьере парке, был вот такой тигрик, да, тигренок. И он на нем сидел, как бы, в 6 лет. Потом я родился в 6 лет, полетел тоже в Сочи. Сфоткался тоже на этом тигренке. И Мирону было тоже 6 лет. Вот. И мы поехали, чтобы, ну, сфоткаться. Какое было настроение? Ну, было... Ну, такое, нормальное. Потому что все успокоились. Ну, все равно потом всякие вот эти вещи вспоминали там. То, что... Ну, что важное сгорело. А почему вы сразу не приехали в Заречный из Сочи? Там жилище какое-то время. Ну, во-первых, менять билеты. Это, ну, дорого. То, что... Мы там были до... Ну, у нас по путевкам было до 30-го. А если бы мы сейчас уехали, то тогда бы... Тогда бы надо было еще доплачивать. И что ты уже сделаешь? Ты приедешь в выходные. Ничего там. Все сгорело как бы. Ну, потом уже начали скидывать видео из интернета. У нас тут есть. Вконтакте, да, подслушала Заречный. Вот. И кто знакомый, говорит, Таня, по-моему, ваш дом. Мы прилетели поздно ночью. Почти там 12 часов. Вот. И на утро мы уже поехали. Почему не сразу? Ну, было темно. И там было все замотано. Как бы... Ну, как мне знакомые сказали, мы там все замотали на проволоку. И... Ну, ночью, мне кажется, мы бы там не смогли все это... Ну, разглядеть. Ну, утром рано мы поехали. Ну, утром рано мы поехали. Потому что все равно тревога, беспокойство. А рано на сколько? Ну, 7 часов. На работу людям надо было, как бы, вот, мы поехали. А вы одни поехали? Нет, мы вот с моими друзьями поехали, которые нас встретили в аэропорту. Вот мы приехали. Конечно, зрелище ужасное было. Вот. На что вы, в первую очередь, обратили внимание, когда подъезжали к дому? Ну, отсутствие крыши. Что, вот, как бы, крыши нет, и стоят вот эти вот встатки, горелки. Я сюда... Ну, вот, когда я приехал в Заречный, я сюда не ходил. А почему сразу сюда не приехал? Недели 3-4 где-то. Почему? Ну, потому что я... Ну, у меня не было дела рядом, типа, вот, с домом. Не было дела, и поэтому просто не ходил сюда? Не пошел только поэтому? Нет, еще, типа, мама говорила, пока не ходи, пока не ходи. В какую комнату зашли в первую очередь? Хотели зайти? Ну, где вот у нас животные были? Ну, и у нас, как бы, там такое пространство, что отдельно только одна спальня, остальные такие большие, как бы, комнаты, как гостевые, сделаны. Что можно людям собираться было бы и в этой комнате, как гостевая, и другая комната тоже большая была, как гостевая. И просто ужасное зрелище, что ничего не осталось. Ну, в доме были вещи ценные тем, что они напоминали, как бы, о событиях, которые происходили в нашей жизни. Ну, например, какие самые вот такие вот значения? Ну, фотоальбомы, там, видеокамера, тоже, ну, диски, да, где оцифрованы были памятные моменты. Например, какие вот? Ну, мы путешествуем, и очень много где были с детьми. Вспомнил, как мы делали ремонт тут, как мы переставляли всю мебель, как сюда переехали только-только, где стояла у меня кровать первый раз. И потом, ну, вот, много всяких воспоминаний было. Вот какой ты сделал вывод вообще в свою жизнь сейчас, когда ты согнулся с пожарой? Вывод? Не знаю, наверное, не уезжать никуда теперь, но оставлять кого-то дома. Ценится в первую очередь жизнь. И для меня действительно важно, что мы все-таки вот все вместе с детьми. И, ну, это все наживное, конечно, все вот эти вот моменты, так скажем, недвижимость. И благодаря вот людям я поняла, что все-таки есть у нас люди в Заречном, и в других городах люди откликнулись. И для меня это очень-очень ценно, потому что вот мы месяц в этой квартире жили, и люди несли, и несли, и даже уже, ну, прошло достаточно времени, да, после пожара. И несут не просто там какие-то, ну, там вещи, да, и такие прямо хорошие вещи, новые вещи. Ну, очень ценно это было. Звонили из храма тоже, из нашего, как бы, придите, придите, ну, настойчиво. Вот мы пришли, тоже познакомились там, Татьяна зовут, служительницу, и тоже она так отнеслась очень трепетно. А сейчас вы в чем нуждаетесь? Ну, в вещах не нуждаемся, люди все помогли собрать. И бытовую технику собрали, и канцелярские, и посуду, и, ну, постельное, все-все собрали. И вообще даже, даже слишком, вот, поэтому, ну, построить дом хочется. Вот, поэтому будем решать вопрос сначала с закрытием той ипотеки, потому что до сих пор ведется дознание. Ну, предварительно было, что это короткое замыкание, но... Не знаю, я и не специалист, конечно, что там короткое замыкание, но просто даже читая интернет, я поняла, что короткое замыкание – это или скачок электроэнергии, да, либо неправильная электропроводка, что-то такое может быть. Но еще раз повторюсь, дом был в ипотеке, проводились там различные там исследования, что все было в порядке. И столько, ну, мы там несколько зим уже прожили, печки включали, да, когда было холодно, но никаких не было вообще, ни скачков, ни моргало, ни мигало. Скажите, а что Вы сказали Богу? Спасибо, что мы живы, спасибо, что есть люди вокруг нас, отзывчивые люди. Спасибо. 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 Спасибо.